Всем привет, с вами Маша и магазин Папироска РФ И сегодня ко мне в руки попал Айкос Весьма неожиданно, не правда ли? Но на самом деле нет Сейчас об Айкос говорят везде И вот настало время и мне его попробовать И рассказать о своих впечатлениях Я постараюсь максимально подробно рассказать о своих И не только о своих впечатлениях, о данном устройстве Кстати, да, я его еще давала попробовать другим своим знакомым Среди которых есть как курильщики, так и парильщики Ну и плюс, в конце вас ждет небольшое интервью в формате вопрос-ответ с пользователем Айкоса Надеюсь, получится максимально информативно и интересно Ладно, меньше лирики Я думаю, большинство из вас знакомы с устройством Айкоса Ну а если кто-то еще не знаком, то я сейчас вкратце расскажу, как он устроен Вот он Айкос Состоит из батарейного блока и держателя, куда вставляются мини-сигаретки Батарейный блок весьма симпатичный Сделан из приятного матового пластика И, как я поняла, бывает в двух цветах Черном и белом На нем находится гравировка Айкос с двух сторон Порт microUSB для зарядки Различные сертификаты соответствия сбоку А с другой стороны, если идти сверху вниз, кнопочка для открытия отсека с держателем Индикатор заряда держателя Индикатор зарядки батарейного блока Далее кнопка синхронизации по Bluetooth И кнопка для включения батарейного блока Ее нужно зажать и держать, пока замигает индикатор Держатель сделан из тех же материалов Он легенький, компактный, но в отличие от батарейного блока У него гораздо больше вариантов расцветки Снизу у него контакты для зарядки А в середине кнопка с индикатором, а также с вибрацией Ну а сверху вставляются вот такие стики Похожие на маленькие сигареты Ну и по сути, это они и есть Внутри есть фильтр и табачный лист Пропитанный аэрозолем на основе знакомого нам с вами пропиленгликоля Стик насаживается с небольшим усилием на нагревательный элемент Который сделан из керамики Во время курения он разогревается до 300 градусов Поэтому табак не горит, а нагревается И поэтому нам поступает меньше вредных вещей в организм В комплектации, помимо инструкции кабеля с блоком питания Мы можем найти вот такую вот штучку для чистки держателя И если в держателе появляется посторонний привкус, то самое время его почистить Только убедитесь, что нагреватель не горячий А потом открываем держатель Одну его часть вставляем сюда Вторую сюда Ну а эта палочка нужна для проталкивания остатков табака, если таковые имеются Эта штука автоматически поддерживает температуру на протяжении 6 минут Ну или в среднем на протяжении 14 затяжек Ну и после того, как сработает вибрация, это значит, что у вас осталась всего одна затяжка Итак, для начала зажимаем кнопку на батарейном блоке Видите, индикатор начинает мигать После того, как он перестает мигать, значит, держатель заряжен Затем достаем держатель и плотно насаживаем в него стик Затем зажимаем кнопку до момента, пока не появится вибрация и лампочка не начнет мигать И ждем, пока он не перестанет мигать Перестала? Значит, можно курить Только предостерегу вас от ошибки После того, как все прогрелось, кнопку нажимать не надо, иначе все собьется Ладно, давайте я покурю и поделюсь своими и не только своими выводами касательно нее Потому что быстро докурить у меня не получится Уж слишком крепко для меня Как я и говорила вначале, выводы я подведу в формате вопрос-ответ А поможет мне в этом Мария в бывшем курильщице, а ныне пользователь Айкоса Сначала она ответит на вопросы, которые я задала, ну а потом отвечу я Удобно ли пользоваться тебе Айкосом? Супер удобно Ну а как по сравнению с сигаретами? Я курила сигареты, пользовалась зажигалкой Теперь мне не нужна зажигалка, потому что у меня есть Айкос Он очень симпатично выглядит Я достаю это устройство Все мне спрашивают, что это за устройство Я говорю, это сигареты современного поколения Что касается меня, то у меня были определенные трудности Так как я привыкла к управлению как на вейпах И когда первый раз пробовала спустить Айкос без инструкции, то я постоянно нажимала на кнопку И из-за этого все сбивалось Но потом привыкла Это определенный ритуал И поэтому надо быть готовым, что сперва вам придется зарядить стик, а потом держатель И только потом курить Вейпи же все быстрее именно в пользование Если все заправлено, то нажали кнопку и сразу парите Надолго тебе хватает Айкоса? Ну все зависит от того, чем я занимаюсь Это однозначно Насколько забит мой день, по-разному Ну а пачка стиков за сколько уходит? Ну за 2 дня уходит Я за время использования выкурила 2 пачки И одной вот такой сигаретки мне хватало, чтобы надолго утолить никотиновое голодание Даже больше того, зачастую я даже не могла докурить этот стик до конца Но об этом в следующем вопросе Что касается того, на сколько хватает батарейного блока То это где-то на 1 пачку стиков Ну или плюс-минус на 20 перекуров То есть среднестатистическому курильщику хватать будет на день Как тебе вкус после обычных сигарет? Ну сигареты я курила и курила Просто пока Айкос не появился, я не знала, с чем сравнивать Когда появился Айкос, я попробовала его И, конечно, первое впечатление было не очень Это было невкусно Но это же был эксперимент, поэтому нужно было какое-то продолжительное время это делать Поэтому где-то через неделю я привыкла У меня со вкусом вопрос спорный Для меня это вот прям конкретный вкус табачного листа И я бы не сказала, что мне нравится такое Потому что я больше привыкла к сладким вкусам Друзья парильщики сошлись во мнении, что больше похоже на сигареты Ну а помимо Марии я просила еще других людей, которые курят И они говорят, что не похоже Скорее всего это связано именно с тем, что табак тут просто нагревается, а не горит И нет привкуса горькой жженой бумаги В общем, это не пепельная сигарета, а скорее вкус табачного листа На этот вопрос я отвечу сама Заряда держателя хватает всего на один стик Стик докурил, держатель разрядился И его нужно обратно вставить в батарейный блок хотя бы на 5 минут Курить без остановки не выйдет И придется обязательно делать перерывы Так что устройство как бы само регулирует, как часто будете его курить И как часто будете делать перерывы И я считаю, что это верный подход Как тебе по насыщению никотином? Слушай, для меня это просто игрушка Если сигареты я курила, как бы, это, типа, плохая привычка То у меня больше нет плохой привычки Это просто игрушка То есть ты можешь бросить в любой момент? Может и нет То есть не совсем игрушка получается? Ну, воспринимаю ее так, все же от головы Мне по накуриваемости очень хорошо Я даже зачастую не могла докурить стик до конца Да и удар по горлу очень хороший Эту штуку я курила реже, чем парила Так как от стиков остается какой-то неприятный привкус во рту И меня он немного отталкивал В принципе, как и всех моих знакомых парильщиков, которые его попробовали В общем, в день у меня уходило стиков 10 При учете, что они одноразовые По твоим ощущениям пахнет, нет? Наверное, не мои ощущения, а ощущения тех, кто рядом со мной находится Если я это делаю в помещении Есть суперзлож, который вообще не переносит никаких запахов, не курит Они сразу же скажут Боже мой, пахнет носками Ну вот лично у тебя руки пахнут, не пахнут? Руки не пахнут, ничего не пахнет Это супер Это вообще самый огромный плюс Айкаса По мне, пахнет меньше, чем сигареты, но больше, чем вейп Один раз в комнате его покурила и больше не буду Руки, в отличие от сигарет, не пахнут Но во рту привкус неприятный остается Не зловодное дыхание, как от сигарет, а просто неприятный привкус Как самочувствие, как с легкими, как с физическими нагрузками Ну я занимаюсь спортом, и даже когда я курила сигареты, они мне не мешали бегать, прыгать и все такое Отдышка, наверное, была, но как-то я не обращалась сильно на это внимание Сейчас? Нет, это мне вообще не мешает, абсолютно В спорте не мешает По сравнению с сигаретами, лучше, хуже? Лучше Но я выкрыла две пачки, и не могу сказать, что мне стало хуже И какого-то неприятного осадка, как от сигареты, я не чувствую Дорог ли он тебе в обслуживании обходится? На самом деле, я не считала, как бы, ну, стоит пачка стика 120, ну и стоит она так То есть, у меня нету такого пункта на этом экономить Поэтому я не могу это, как бы, рассказать таким образом, что это плюс или минус Потому что для меня это, как бы, я этим пользуюсь и все Для меня это игрушка, для меня это удовольствие Пачка стиков стоит 130 рублей, ее растягиваю на два дня Я не считаю, сколько, ну, я потратила на это По цене стики выходят плюс-минус, как обычные сигареты Если не брать в расчет самого Айкоса Ты пользовалась приложением? Или у тебя там версия без блютуса? Нет, у него есть блютус, но этот блютус работает только с андроидами Он с айфонами не работает, поскольку Apple Store борется за здоровье Эта программа просто запрещена Я посмотрела, как выглядит приложение, но себе его устанавливать не стала Потому что не вижу в этом особого смысла Но если у вас возникнут какие-то вопросы об устройстве, то можете смело качать приложение И прочитать, почему он так называется, где производится, ну и так далее Так, ну вот сработала вибрация и значит осталась последняя затяжка Теперь снимаем колпачок Достаем стик и выбрасываем его, так как он одноразовый Но перед этим давайте посмотрим, что там внутри Тут у нас табачный лист, который немного обуглился Ну а фильтр состоит из трех частей Двух обычных сигаретных фильтров и какого-то пластика Давайте теперь подведем итоги, и я поделюсь своим мнением касательно данного устройства В целом, я была худшая о мнении, пока не попробовала Айкос Но разобравшись, что это и для кого, и поспрашивав людей, я поняла, что это просто менее вредная альтернатива курению Дальше я его курить не буду, так как этот вкус мне не особо нравится Но в то же время я понимаю, что курильщикам будет гораздо проще перескочить на эту тему, нежели чем на вейп Так как это нечто более знакомое Но если вы вейпите и вас все устраивает, то продолжайте Здесь вы не найдете какого-то разнообразия вкусов или устройств Это больше похоже на обычные аналоговые сигареты В общем, кто курит и хочет чувствовать себя лучше, но при этом не хочет менять вкус и привычки То вам стоит попробовать Айкос Но если важен только никотин, то можете попробовать электронные сигареты Тем более там вы найдете большое разнообразие вкусов и устройств Ну а если не курите и не парите, то о новом и вовсе не надо Ссылку, где купить Айкос, вы найдете в описании А также не забывайте писать комментарии, что вы думаете по поводу данного устройства Обязательно подписывайтесь на канал и жмякайте на колокольчик Ну а с вами была Маша, всем пока!